У нас остались 10 вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Кристии. Это мужские энергии. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Кристии. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Я счастлива находиться здесь. Я куратор-друг. Мое имя Энн. Энн? Да. Приветствуем вас, уважаемый Энн. Меня зовут Влад. Это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной, вашего друга. Аннулировали контракт, убрали все, что ей мешало. И вот 10 вопросов она написала с просьбой, чтобы куратор ответил на него. Будете ли вы так любезны ответить на ее вопросы? Как я уже сказала, я счастлив, так как мои старания не пришли зря. Я долго подталкивал к расторжению контракта, так как ее ждет большое будущее без страха. Замечательно. Мы очень рады приложить к этому руку и что куратор достучался до своего подопечного. Это всегда очень важный шаг. Хорошо. Если вы позволите, я начинаю с первого вопроса. Конечно. Откуда пришла моя душа? Моя душа пришла с 10-го ангельского уровня. И твоего развития на планете Земля зависит развитие твоей ангельской души и переход ее на следующий уровень. Благодарю вас, уважаемый Энн. Я перехожу ко второму вопросу. Каков уровень моего высшего Я и что мне делать, чтобы пройти следующий уровень? Уровень высшего Я также 10-й и также стремится к следующему 11-му уровню. Задача ангела — это нести свой свет, тепло, в твоем случае милосердие людям, жить в согласии со своей душой и делать все, что от тебя зависит, без страха, опираясь на свои внутренние силы и зная, кто ты. Зная, что ты не одна. Вокруг тебя много светлых сил. Ты сильнее всего темного и негативного. Это уверенность даст тебе определенные качества, с которыми ты сможешь дальше идти по жизни и справишься с любой поставленной задачей. Благодарю. Я благодарю вас. Третий вопрос. Что мне надо делать, чтобы активировать свой стержень? Всегда чувствовать его и все время быть в соединении со своим высшим Я. Это прекрасный вопрос. Я расскажу самые простые вещи, которые вокруг тебя и не занимают много времени. Ты можешь делать это перед тем, как заснуть или утром, когда проснулась, чтобы это не занимало много времени из твоего дня. Если же у тебя есть свободное время, ты можешь делать это днем в медитации. Первое, с чего нужно начать, это визуализации. Конечно же, изучение строения тонких тел. Энергетические центры или чакры, как вы называете их на Земле. Через эти места проходят энергии, нужные биороботу для жизни на планете Земля. Эти энергии сохраняют и защищают биоробот от негатива, черных мыслей, интерферентов, а также корректируют его настроение. Как корректируют, я расскажу. Тот, кто знает, из каких тел он состоит и где его энергетические центры, никогда не будет допускать к себе негативные эмоции. Просто потому, что он понимает, что это влияет на его тонкие тела, и в конечном счете это попадет на физическом уровне и начнется прогрессировать болезнь. Как будущий доктор, ты должна понимать это. И в принципе твоя душа решила прийти именно в сегодняшний день, чтобы соединить физическое и духовное, и работать через духовное и физическое в гармонии, не опираясь только на физическое тело человека. На сегодняшний день много информации как для физического тела, так и на духовном уровне для тонких тел. Это и есть гармония и полноценное образное мышление и понимание тел человека. Я продолжу свой ответ, как активировать свой стержень. Не забывай, пожалуйста, про свои семь тонких тел. Это самые большие энергетические центры. Есть еще много маленьких, через которые текут разные энергии тела человека. Это ладони, ключицы, ступни и разные другие места. Твоя задача научиться визуализировать семь тел, так как они выглядят, представлять их. Твой стержень состоит из белых ярких энергий и проходит через каждое энергетическое тело, составляя стержень или шар. Это то, как тебе удобнее представлять его. Ты можешь расширять этот шар, защищать себя ангельскими энергиями и использовать их для своей очистки и защиты. Представляя все это, визуализируя, это самое главное, с чего нужно начать. Если ты будешь жить в визуализации, если ты будешь жить в согласии с душой, гармонизируя все эти энергии и представляя, как они соединяются и текут по твоему телу, чувствовать это, ты всегда будешь на связи со своим Высшим Я. Так как твоя душа будет чиста и ей легко будет соединиться и слушать себя. Благодарю. Благодарю вас, Куратор Н, за этот развернутый очень интересный ответ. Я перехожу к четвертому вопросу. Чем ты посоветовал бы мне заняться? Я изучаю медицину. Какие качества развивать? Какое направление выбирать, чтобы выполнить цели моей души? Мне кажется, вы об этом говорили. Я об этом говорил и думаю, что уже достаточно и развернуто ответил на этот тоже вопрос. Я лишь хочу добавить, что не забывай применять милосердие. Только с милосердием ты сможешь правильно работать. Милосердие заключено в твоей душе. Без этого, без понимания и сострадания, ты не сможешь чувствовать людей, понимать их проблему и выбирать правильное решение. Для этого нужна чистая душа, уверенность и понимание себя. Конечно же, нужны знания, которые ты должна получать. Так как раньше, в прошлой жизни, ты уже была врачом. Это правильный выбор. И тебе многое предстоит вспомнить, а что-то научиться. Благодарю. Благодарю вас, Энн. Следующий вопрос, пятый. Я очень сильно испытываю чувство страха оставаться одной в отношениях, дома, чувствуя страх общения. Как мне изменить, как избавиться от страха и замкнутости? Глядя на тебя сейчас, этого и не скажешь. Ты наполнена энергией. Твой внутренний стержень активирован. У тебя есть крылья, которыми ты можешь защищать себя. И ты, конечно же, не одна. Ты со своей душой. Ты — это ты. А с душой не может быть скучно или страшно. Потому что ты сильнее страхов. И сильнее маленьких интерферентов. Твои энергии, они намного ярче и правильней. То есть ты защищаешься. Ты не нападаешь на них. Поэтому ты права в своём разжигании энергий. Защищай себя и не подпускай к себе страхи. Это то, что у тебя внутри. Если ты внутри допустишь страх, снаружи ты будешь всегда бояться. Поэтому начинай чувствовать свою уверенность и энергию внутри себя. Ты сильнее их. Не забывай, что ты не одна. Ангельский мир всегда поддерживает. И я, как твой друг, всегда даю тебе знаки и стараюсь вести тебя. И напомнить, что двоя душа сильнее страхов и интерферентов. Благодарю. Благодарю вас, куратор Энн. Я два слова добавлю. Она видела это сегодня, когда мы её освободили от интерферентов и их конструкций, подключек. В ней разгорелась эта ангельская энергия. И у демона и лизарда были проблемы с тем, чтобы вытащить свои подключки. Они обжигали. Эта энергия обжигала их. Это прекрасно, но теперь нужно научиться это чувствовать на физическом теле и представлять на тонких телах. Тогда уверенность будет всегда присутствовать в тебе. Как я уже сказал, энергии растекутся правильным гармонией по твоим телам. И ключевое слово, безусловно, здесь визуализация этого процесса, этих энергий. Несомненно. Я благодарю вас, Энн. Мы переходим к следующему вопросу. Шестой. Каковы мои основные, самые негативные паттерны или модели поведения, которые блокируют моё чувство гармонии? Мне кажется, вы ответили на этот вопрос. Более чем достаточно ответил. Это страх и то, что ты себя считаешь ниже страха. Хотя страх боится тебя и твоих энергий. Замечательно. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Какое моё самое гармоничное и полезное воплощение? Чем я была или кем я была и что могу взять и использовать из этого в этой жизни? По-моему, я ответил и на этот вопрос. Я не могу сказать, что это воплощение было самое полезное, так как каждое воплощение несёт в себе определённый опыт, негативный или позитивный. Но это опыт, личный опыт души, который ведёт тебя выше и выше. Делая выводы из негативного опыта, ты понимаешь правильность и неправильность. Белого не может быть без чёрного. Именно поэтому опыт нужен разный. Но душа должна быть чистая и понимать, что негативный опыт будет всегда. Его нужно принимать, оценивать, делать выводы и идти дальше. Коротко и ясно. Благодарю вас, уважаемый куратор. Энн, вы хотели добавить что-то по этому поводу? Не по этому поводу. Я бы хотел добавить в общем по медицине. Там прозвучал вопрос выше, чем бы тебе лучше заняться. Я обращу твоё внимание на гинекологию. Но выбор, конечно же, будет за тобой. Это может быть любое направление в медицине. Гинекология интересна тем, что внутри женщины зарождается новая жизнь. Если рассматривать её в полном виде, как реагирует мама и ребёнок на тонких телах, это очень интересно и увлекательно. В любом случае, доктора должны быть милосердны и спасать жизни, как тонких тел, так и физических. Благодарю. Благодарю вас. Мне кажется, она уже изучает гинекологию. В описании в своём она прислала уже нам это описание. Поэтому она уже практически на том месте, где она должна быть. Благодарю вас, куратор Энн. Девятый вопрос. Я могу лишь порадоваться за душу и за то, что она слышит свою душу. Извини, что перебил. Нет, нет, всё правильно. Я благодарю вас. Если вы что-то недоговорили, пожалуйста, перебейте меня. Это очень важно. Любая информация должна дойти до вашей подопечной. Здесь я бы представил это как весы. С одной стороны, она слышит душу и идёт за ней, подчиняется её зову. А с другой стороны, она не может вылечить себя, не понимая, что энергии вокруг сильны и имеют огромное значение для физического тела. Это и есть гармония, когда все твои тела полны, когда ты видишь их и можешь управлять. Только так, зная себя, ты можешь помочь другим. Благодарю. Благодарю вас. Я перехожу к следующему вопросу. Это восьмой вопрос. У меня очень большой наклон, желание помочь и спасать людей, помогать людям. Почему так и как я могу это менять? Как я уже сказал выше, сперва ты должна помочь себе и научиться уважать и любить себя, понимать свои энергии, визуализировать их. И тогда это даёт тебе больше знания, чем знают другие люди. Это даёт тебе знания того, что не видят другие люди. Гармонизируя и балансируя знания, полученные на земле, знания, полученные в других жизнях, и знания тонкого плана, даёт тебе и открывает дороги, ведущие к тебе, к спасению и пониманию людей, как я сказала выше. Благодарю вас. Девятый вопрос. Как я могу связаться, коммуницировать с тобой, узнавать и чувствовать тебя рядом? Вопрос к вам. Это очень легко. Ты прекрасно чувствуешь душой. Соединяться со мной ты можешь коротким вопросом, услышав короткий ответ, и ещё до того, как вопрос закончен, так как я телепатически слышу тебя и могу общаться. Пока я лишь веду тебя своими знаками и другими. Я бы назвал это вибрациями. Ты чувствуешь вибрации и подходишь, 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 как сейчас к чистке. Как я говорил выше, я повторюсь, чтобы ты поняла, что главное – это помощь самой себе и работа со своими энергиями, а также и гармонизация. Начинай с этого. Вы закончили? Да. Десятый, последний вопрос. Что ещё важного я должна знать, что я не подумала спросить? Буду признательна за рекомендации. Я хочу добавить по предыдущему вопросу. Чтобы соединиться со мной, ты должна находиться в правильном переходном состоянии. Это не состояние сна. Это состояние лёгкой медитации. Состояние бессмыслия. Постарайся научиться это состояние. Это там, где у тебя нет мыслей, где ты можешь их остановить, представляя их как снежинки тающие или листья, улетающие из деревьев. Это твои мысли. Они все растаяли и улетели. И твой ум спокоен. В этом состоянии ты можешь соединиться со мной легко. Если ты начнёшь добиваться такого состояния, с каждым днём тебе будет легче и легче добиться. В последующем тебе не нужно будет переходное состояние. Ты сможешь связаться со мной в любой момент просто телепатически, настроиваясь на определённые вибрации и волну. Это немножко рано, это трудно понять, так как ты пока не можешь визуализировать и быть в этом состоянии. Всё приходит шаг за шагом. Начни с визуализации энергий, наполнения ими, поднятия вибраций. Представляй свой ангельский стержень, свои энергии, свои крылья. Научись закрывать себя и защищать. Когда эта уверенность появится на физическом плане, тогда тебе будет открываться больше и больше информации. И ты будешь идти правильным путём, небольшими шагами, постигая истинные знания. Благодарю. И я благодарю вас, Куратор Н. Я два слова добавлю. Это состояние, о котором вы говорили, состояние безмыслия. Это верхнее альфа или лёгкое медитативное состояние. Совсем не обязательно уходить в глубокий транс. Именно в этом состоянии. И, возможно, заправка энергиями в этом состоянии. Возможно, и телепатический вопрос к Куратору. И всё остальное. Мы лично так работаем. Я хотел поделиться своим опытом, если вы позволите. Благодарю. Уважаемый Куратор Н, больше вопросов не осталось. Остался маленький нюанс, о котором вы, возможно, пока ещё не знаете. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому Куратору и учителю, который приходит к нам сюда, мы делаем один определённый подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными и спелыми, сочными ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение Куратора Н, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за его ответы своей подопечной. Просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Какой великолепный подарок. Но я открою вам секрет. Это не первый. Это второй подарок в этой комнате диагностики. Первый подарок был энергия Арго, которыми я напитался. Очень приятно. Оказавшись здесь. Благодарю вас за это. Во благо. Передавайте, пожалуйста, на 10-м ангельском уровне. От нас с Верой привет. Мы будем рады всем Кураторам, которые, как и вы, достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать преграды, мешающие им развиваться, открыть эти двери, в которые они дальше пойдут сами. О, прекрасно. Это как третий подарок для 10-го ангельского уровня. Благодарю вас и рад этой встрече. Вы наполнили нашу комнату очень приятными энергиями. Я чувствую это на земле здесь. Вибрации ангельские. Это легкие ангельские энергии. С нами легко. Так и есть. Ну, не со всеми. Есть и такие. Не со всеми. Благодарю вас. И вторая традиция у нас. Мы никогда не говорим. Мы не прощаемся. Я говорю, до скорых встреч. Возможно, на каком-то этапе развития вашей подопечной мы еще встретимся. Остаемся на связи. Остаемся на связи. Всего вам доброго. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Кристия, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы получили все свои ответы на 10 вопросов. Великолепно. Согласен. У меня все вибрирует на три. И я очень рада этой встрече. Пусть это будет новым началом вашей жизни. Берегите свои энергии, охраняйте. И все рекомендации исполняйте, которые вам куратор или ваш друг, или ангел-хранитель вам посоветовал. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биороба Душа для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Первое время у вас, возможно, будет легкое такое состояние непонятное. Но оно вскоре пройдет, так как вы теперь уже никто уже вам не блокирует энергии. Со временем, в течение пару дней, вы будете себя чувствовать отлично. Я поняла, что мое физическое тело соединится и сгармонизирует с тонкими телами и наполнится чистой энергией. Так и сейчас мы это проведем. Для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Кристи в ее систему Биороба Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу каждой клеточке и извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнате диагностики. Пошел, подъем. Она показала, как она крыльями может закрывать себе и открывать. Молодец. Она это умеет. Ну вот, уже первые воспоминания вернулись. А я на месте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok